давно мы не видели с давидом давид вот такой загоревший красивый говорит что отдыхал хотя мне сложно представить давида таким абсолютно расслабленного отдыхающим поскольку поскольку на мою почту приходило очень много запросов на связь с давидом и я их ему присылал отдельно хочу давида благодарить за помощь которую наказать слушателям ну ты судя по обратной реакции эта помощь весьма эффективно давид большое спасибо спасибо за нас обновляем цикл наших встреч и мы сегодня будем говорить про откровение она богослова но предварим мы того что ответами на те вопросы которые давид получил за это время от наших слушателей давид пожалуйста вам слов во-первых хочу приветствовать наших слушателей приветствовать школа и санга рунча как положено вот и начать нашу встречу мы хотим с изложения притчи которую любезно прислала нам одна дама и слушатели живущая в республике беларусь так вот те притчи называется о благодарности когда-то где-то жил один мудрый и старый человек его окружали друзья настоящие друзья которые были готовы помочь ему всегда и выручить его в любой ситуации те кто узнавал это обычно удивлялись откуда у него столько настоящих друзей откуда столько людей готовы ему помочь выручить его и однажды один из таких наблюдателей не выдержал и решил спросить у старика в чем секрет старик улыбнулся и сказал когда я поливаю растения я просто поливаю их потому что мне это не сложно а растением от этого лучше я не жду благодарности но некоторые растения расцветают и дарят себя мне это цветы не все растения расцветают и дарят нам цветы но цветы не растут если их не полить этот человек любил совершать добрые дела он совершал их не ожидая ничего взамен а иногда ему встречались люди которые были благодарны за это надеюсь вы внимательно проанализируете эту притчу ну а далее как всегда как всегда предлагаем начать с ответа на вопросы наших слушателей после нашей последней встречи их пришло достаточно много правда много очень однотипных с разных сторон но постараемся вкратце ответить на них наше мнение изложить и так три джи вас послушать так надо было отдать страну на растерзание сталин смелый человек раз смог дать отпор он сохранил много светлых душ ну я просто напомню что мы в прошлой встрече сказали что сталина или душа его находится в нижнем миру а жуков жуков находится душа светлым миру ну и вот у людей возникли многие вопросы я их понимаю потому что они рассуждают только с точки зрения плотного мира так подобные или продолжение под первого первого так сказать выражение есть пять п сталина не трогайте вы точно не боги судить уважаемые наши слушатели мы стараемся никого никогда не судить мы не обсуждаем сталина как личность мы просто константируем те качества которые лежали в основе управления страной вряд ли кто-то сможет опровергнуть тот факт что в управлении страной лежал страх не любовь вселенская как это было в раю не любовь к каждому члену общества а страх страх же как мы говорили ранее это оружие нижнего мира мы не утверждаем что на этот промежуток времени люди с ссср были настолько высокодуховны что могли поднять экономику страны и выиграть в страну силой вселенской любви к сожалению этого не было и это был один из экспериментов руководителя нижнего мира иосиф сталин имеющий жреческие посвящения выбрал такой путь возможно будучи уверенным что это наилучший путь сохранения человечества на тот промежуток времени возможно и мы скажем вам честно и откровенно очень часто очень часто в сегодняшний день мы скучаем по этим методом видя тот беспредел который творится в мире понимаете нас но есть два пути один путь поднимать вибрации человечества за счет вселенской любви и веры второй путь управлять страхом а если вы мне приведете мы в предыдущих лекциях когда-то встречались и говорили приведите мне хоть один пример что в вашей жизни в течение дня не управляет вашими действиями страх к сожалению пока никто такого привести не мог вспомнить 1d свет уже победил машах не придет не нужно пугать человеком слава роду слава народу всем здравия и любви осознанности изобилия ну уважаемый 1d есть такая прекрасная птица страус вот она в период опасности прячет голову под крыло и думает что и никто не видит а вообще многим людям свойственно качество верить в том что им хочется если если сказанное не сделано умышленно это тоже есть вопрос так вот мир иллюзий в котором мы живем создан именно такими людьми людьми у которых полностью закрыт разум о чем мы говорили ранее и которые живут навитые им иллюзии ну а дальше вы решаете сами 7кф не придет никогда опоздал его дата ушла еще с 2016 и этот тип от темных сил и пусть гуляет в космосе уважаемые наши слушатели как известно вера умирает последний жить с этой верой вы вправе но не будьте так на и мы имеем ввиду в том что он ушел и не придет никогда мы знаем что идет фоновый шум нам он тоже мешает ну это у соседей я так понимаю косит газу уж не обессудьте можно конечно дверь попробовать закрыть вторую если это поможет так теперь 222 о стали из инфертального из фернального мира а почему мы вспоминаем добре и времена как светлое прошлое ужасно мешает мне думать мысли не идет вы уж не обессудьте я закрою тогда с вашего позволения ой мамочки так Так. Так. Так вот, уважаемые 2Д. Германия в 30-е годы находилась в ужасной экономической разрухе. После войны, да и сейчас, немцы вспоминают Гитлера с любовью и почитанием. Потому что они не думают, сколько горя он принес человечеству. А вот экономику подняли. Бургеры стали жить лучше. У всех была работа и пошло, и пошло, и пошло. Не нужно видеть только то, что кормит ваш желудок. Есть другие, более важные факторы. Но это и так отдаленно, да? Надеюсь, вам это понятно. 96-83. Жуков светлый. Вопрос. Сколько душ загубил из-за долга? В кавычках. Долг превыше сотен тысяч жизней. Вопрос. Жуков передал, предал, когда привел к власти Хрущева. Хрущев, тоже светлая душа. Вопрос. О чем вы? Вы знаете, мне очень сложно без эмоций отвечать на вопросы, которые звучат сегодня. Так вот, уважаемый, Жуков честно выполнял свой воинский долг. Он не осуществлял идеологии государства. Он просто делал то, что должен делать каждый воин. Причем, мы так думаем, он знал, что душа человека бессмертна. И борьба в то время, подобно дню сегодняшнему, кстати, шла за души человеческие, за их высокие вибрации, вибрации веры, товарищества, любви, чувства привитых ценностей, в том числе и религиозных, и общечеловеческих. Поэтому его душа находится в светлом мире и возглавляет определенное количество душ, готовясь к большой битве света. С мессией, а потом и с космическим, так называемой битве времен. Сталин, кстати, тоже готовится к этой битве времен, находясь в подчинении Люцифера. На стороне, кстати, светлого мира. Так как Люцифер, как мы уже говорили, заключил прошлым летом соглашение со светлым миром о единстве в борьбе с третьими силами. О Сталине и Жукове мы уже сказали. А вот врага народа Хрущева, как, впрочем, и Ельцина вместе с Горбачевой, не стоит сравнивать с ними. Разве что возможно обсудить, кто больше из них вреда принес стране и человечеству. Вот в этом ключе, конечно, их рассматривать можно. 4Г. Машиах погиб на Украине под Львовом. Уважаемые наши слушатели, приятно читать отзывы шутников-юмористов. Понимаете? Да. Один О. При Сталине много фильмов, спектаклей русской культуры созданных. Фильм Мусоргский, Глинка, Мусоргский, потомок Рюриковича, Андрея и так далее, и так далее. Это верно. Это верно. Мы тоже с ностальгией вспоминаем эти старые советские фильмы. Так вот, энергия страха витала в стране. Да и во всем мире. Но у каждого человека есть вера и любовь. Ибо является он божественной частичкой. Вера и любовь, которые не так легко уничтожить. И которые создали прекрасные произведения кино и литературы. К сожалению, в отличие от дня сегодняшнего, между прочим. Так вот, это показатель духовного развития общества. И если же в то время были созданы прекрасные произведения, а сегодня мы, к сожалению, ну не знаю, может быть вы видите, вот я, честно говоря, не вижу ни одного нормального произведения. Ну, за исключением там есть, понимаете. Вот. Вот показатель духовного развития нашего общества. Всем, Джим, я Христос уже среди вас. Осталось вам меня главой поставить, чтобы я вас всех от смерти спас и в небо тех забрал, кто в меня верит. Фу-ой-ой. Хотим заметить, что у человека, который наполнен верой и любовью, Христос всегда находится внутри его. В душе его. Христос никуда не уходил. Поэтому и приходить ему не надо. Возможно, когда-то он придет в плотное тело. Возможно. Если будет для этого необходимость. Если отец его так посчитает. 1 М. Как Жуков может быть у светлых, если он был предателем? Сколько солдат положил? Уважаемый Адим М. Откуда у вас такие секретные сведения? Откуда такие утверждения? Не иначе, как прямые поставки от идеологов и пропагандистов из Америки и Европы. Это наш вопрос. Души человеческие, как мы знаем, бессмертные. Возможно, вы считаете, что тела важнее Родины. Важнее семьи. Важнее детей. Важнее своей земли, матушки. И всего, что вас окружает. Возможно. Это наш вопрос. Так. Семь ай. Зачем это здесь было? Чтобы Сталина в очередной раз легнуть? Не могут простить, что разрушил их план. Боже, спаси Россию. Знакомые слова. Один человек в пьяном угаре их произносил с трибуны. Но неважно. Так вот, про Сталина мы уже говорили. А вот вопрос о спасении России у нас тоже есть. Почему некоторые считают, что кто-то, в данном случае Бог, должен спасать Россию? Почему сами граждане, которые допустили продажу своей собственной страны и отдали ее на разграбление иностранцам, не хотят ее вернуть и вывезти из-под иностранного управления? Почему? Найдите ответ. Поделитесь с нами. Лично мы будем благодарны. Если сможете, конечно. Да будет так. Да будет так. Возможно так. Глаз архонтов не вам судить. О том, кем был Сталин и в каком он мире. То есть, мы глаз архонтов, я так понял. Не вам судить. Ну что ж. Мы уже говорили, что никогда не судим. Мы просто константируем то, что знаем точно. Не суди, судим не будешь. Четыре и... Или е, чтобы я не пойму. Сталин из интер... Инфернального мира. Вопрос. А почему мы вспоминаем те времена, как светлое прошлое? Да потому, что мы говорим о плотном физическом мире. Не задумываясь, какие качества были заложены людям до доставления удовольствия плотным телам. Все очень просто. Когда-нибудь мы поговорим о том, как произошло разделение на управление, на систему управления. Но это более сложный вопрос. Итак. Восемь дэ. Сначала напугал приходом Машааха. Потом сказал, что стресс и депрессия – самое губительное для человека. Уважаемые наши слушатели. Мы говорили еще раз повторяем. У человека не может быть страха. При условии, что у него есть вера. Ибо вера – это антагонист страха. Думайтесь в это. Вера – антагонист страха. Вера пулю останавливает на лету. Такая есть поговорка. 39-32. Как говорил Аль Пачино в роли дьявола. «Тщеславие – мой любимый грех». И именно этим грехом страдают большинство представителей еврейской нации. «Тщеславие, самолюбленность начисто отрезает человека от внешнего. Отсюда упомянутый народ глаголит не истину, а ложь с элементами истины. Черпает силы не от Всевышнего, а от Люцифера, одевшего личину Бога. Подумайте об этом. Ну, во-первых, сразу можем сказать, что Люцифер признает Бога и личину его никогда не одевал. Защиту, так сказать, Люцифера. А вот вы правы в одном. Страх – это оружие нижних миров. А страх, кстати, это не только мир Люцифера. Если уж смотреть очень внимательно, там миров нижних достаточно много. И загробные, и так далее. А вот страх, как мы говорили ранее, порождает тщеславие. Ну, или гордыню, как это раньше было сказано. Люцифер же, как мы сказали, никогда не одевал личину Творца. Он ставил эксперимент и сейчас убедился в его несостоятельности этого эксперимента. И Люцифер, в отличие от других служителей нижнего и космического миров, признает Творца. Ни мышах, ни рептилоиды, ни дсенсоиды, ни другие, они не признают Творца. Но это так, для общего понимания. Лариса Федоренко. Великий человек Сталин. У него страха не было. Он гений врагов уничтожил. Он не всех успел. Жуков жесткий, не в меру. Солдат. Много положил. Его и ворюга. А враги и их потомки страну ограбили. Их ждет ад. Действительно, Лариса, действительно, Сталин был очень сильный человек. И возможно, в тот период времени и при тех условиях невозможно было сохранить страну другими методами. Но его методы были основаны на методе страха. А страх – это оружие вы знаете кого. И еще. Основываясь на ваших утверждениях, ад должен ждать и тех, кто позволил ограбить страну. И передать ее под управление чужестранцам. Подумайте тоже, пожалуйста, об этом. 30-60. Здравия, Давид. История и люди знают. Увы, Жуков. Герой. Не моего романа. Какого идиота привел к власти. Так что и сам пострадал. Константин. Константинович Рокоссовский. Вот кто пример для подражания. Через то, через что прошел этот человек. Не озлобился. Не подлил. Не подлил. Слово подлость, наверное. Истинный сын своей Родины. Константин Рокоссовский. Малиновский. Трубецковий. Жуков. И еще ряд настоящих командиров. Находятся в светлом миру. И в подчинении своем имеют много воинов. Душ светлых. И готовятся они к предстоящей большой битве. Которую, поверьте, мы выиграем. Как бы не хотелось вам очернять. Кого-то. Стефана. 4Х. Ну, конечно, нам нужно быть добрыми, благодарными. А вы будете разумными и агрессивными. Будете править такими блаженными, как мы. Идите мимо. Боже мой, сколько агрессии и злобы в словах у некоторых слушателей. Мы, скажем честно, не перестаем мы удивляться этому факту. 1Х. Все про мошиаха, про страх. Про отравленные продукты. Не о том печалимся. Совесть свою спрашивать стоит. Кого согрели, кого утешили. Кровь дали. Любовь взращивать. К сожалению, любовь взрастить сложно. Так же сложно, как и к вере прийти. Любовь не ограничивается утешением и дачей крови другому. Любовь – это совершенно другое. А что это мы обсуждали в первых наших встречах? Если говорить действительно о большой любви. Ирина Ф.Т. Каждый раз гость приходит, запугивает и подробно рассказывает нам, чего мы должны бояться. И что нам этого не избежать. Всегда сеет страх. Страх, к счастью, нельзя посеять. Есть ли его? Нет внутри. А внутри он есть из-за отсутствия чего? Из-за отсутствия веры. Нету веры – есть страх. Есть ли вера в Творца Единого? Страха нет. Ирина Л. Это все должно было произойти по Писанию еще в 2016 году. Сбой программы, вибрации высокие, короны нет, опоздали, не найдут Машеаха. И интеллект уже стал божественным. Да, интеллект стал божественным. Хорошее утверждение. Признаемся мы, что такие утверждения вызывают у нас сожаление. А что касается сущностей, представляющих искусственный интеллект, как мы говорили там, рептилоиды, сэсоиды и так далее, так это, на наш взгляд, совершенно неправильно. Так как эти сущности из космического мира не признают Творца или Бога. В отличие от сущностей из нижних миров. Ой-ой-ой, искусственный интеллект, давай, понятно. Елена 23.53. Есть о чем подумать. Вроде и просто, а сколько нужно себе преодолеть? Прости нас, Господи, за гордыню нашу, за наше злонамерение, за властолюбие любой из его форм. Дай нам ума, чтобы понять истину. На наш взгляд, прекрасные слова и пожелания. Мы поддерживаем вас полностью. Только к уму просим добавить сил и вдохновения. Мадам Импособл 57.83 С самого начала ролика произнесена чушь и глупость. Сталин руководствовался страхом, создавая эту с СССР страну. Не может кто-либо и что-либо великое и прекрасное создать руководство и страхом. Не может, а наша великая страна с СССР прекрасна. Страх не создает ничего хорошего и прекрасного. Это не созидающая энергия, а разрушительная. Сталин не руководствовался страхом сам. Он страха не имел. А вот идеологию страха в управлении людьми он использовал. Благодаря благим намерениям бывает часто выслана дорога в ад. А касательно строительства чего-то при наличии страха, мы думаем, это не совсем так. Или вы думаете, что пирамиды строили из-за любви к тасканию этих камней? Или вы думаете, что высотное здание в Москве, которое строили пленные, тоже это делали из-за любви? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, возможно. Возможно все это создавать из-за любви. Но только человечество должно дорасти до этого. Путем страха плотным мерам управлять значительно проще. Значительно проще. Поэтому этот эксперимент и был выбран Люцифером. Только в длительном периоде он приводит к гибели человечества, или государства, или планеты. Итак, 94-89. Доброго дня, Ш.Э.З.Э.С. С уважением, Давид. И уважаемый Давид. А почему вы взяли пример Сталина, а не царей-капиталистов? У тех тоже присутствовал страх. Страх потерять власть деньги. Если у Сталина был страх за свою страну, за народ, разве это не плакая у Эдьев? Он мыслил в масштабах страны и всего мира. А Жуков только в масштабе своей дивизии. Так, кого больше светлого? У Сталина, как мы сказали, и у Жукова не было страха. Просто Сталин использовал идеологию страха в управлении страной. Целой страной. Да, идея у него была, возможно, прекрасная. Поднять целую страну на новый духовный уровень развития. Но идея хороша, а вот средства и методы бывают разные, чтобы ее осуществить. А у Жукова такой идеологии не было. Он солдат. Он воин. А кому не нравится это слово? Сапоги. Поэтому он выполнял идеологию других людей. 41-р. Вот нахрена нам чужие планы программы? С какой стати надо их выполнять? Китайцы живут по своему плану, особо не зная о религиях соседей и не вникая в их, не выполняя никаких религиозных планов. А Сталин от страха выиграл войну. Давид слишком самоуверенный и съедаемый гордыней. Спокойный, уверенный. Все, все знающий и непринимаемый возражений. И прочее. Волон прям какой-то. К сожалению, это не совсем так. Давид с удовольствием принимает возражения. Так как в дискуссии возможно получить новые знания. Давид признает, что очень, очень многое не знает. И с удовольствием готов получить новые, истинные знания. Пожалуйста, если вы обладаете ими, поделитесь. Мы с удовольствием их примем. Как и, в общем-то, наверное, слушатели все. Сем-тен. Долг также блокирует душу, как и страх. Если долг перед другими людьми, перед Родиной, перед своей честью и семьей, то он не блокирует душу. Тем более, что душа не знает плотный мир вообще. Ее интересует только энергия и эмоции. И самое большое счастье, которое резко поднимает энергию души, это отдать жизнь своего плотного тела за жизнь других людей. Когда командиром своей грудью защищает своего подчиненного. Помните, был случай, описывали в средствах массовой информации? Мальчишка, гранату бросил. Да не добросил. И целый полковник закрыл эту гранату своим телом. Примерно так. 53.02. Интересно, а кто им такую информацию доносит? Информацию мы получаем из общения с первоисточниками. Причем всегда проверяем тех, кто ее нам передает. 29.84. Этот человек пытается вселить страх в своих слушателей. Он опасен. Это про нас. Если вы не боитесь, то можете связаться с нами. И мы покажем вам, кто эти написанные вами слова вам продиктовал. Возможно, вам это будет интересно. Елена Бульба. Изучайте труды и жизнь Сталина. А вы, Елена, пожалуйста, внимательно проследите идеологию управления страной, которая была у Сталина. Любовь. 1.D. Две тысячи лет морочили людям голову и продолжают, а сами тем временем огребают бабло и занимают чужие места. Ну, к сожалению, мы не можем дать сноски, что такое бабло. Это, возможно, так сказать, любовь нам объяснит другой раз. А у нас возникает вопрос. Почему две тысячи лет, не более? Шести тысяч лет? Не перестаем удивляться, сколько у людей агрессии и как они любят винить других, не желая работать и объективно посмотреть на себя. И еще. Кто мне может заморочить голову, если я, это переносное, конечно, слово, имею разум и этого не хочу? Почему некоторые люди так любят обвинять других в своей слабости, в своей корысти и прочих пороках? Если у вас есть разум и вы этого не хотите, никто вам голову заморочить не может. Это закон неприкосновенности воли. Ирина. Что-то много у нас, Ирин, такое популярное имя. Семь эфтели. Дяденьку послушать, так получается, то все подписали какой-то договор, который в глаза не видели, а святые говорили, что спотыкаются все и сами спотыкались не раз. Но главное подняться вовремя. Да, Ирина, подняться вовремя это хорошо, но лучше не спотыкаться или, по крайней мере, стараться не спотыкаться. К счастью, не все подписывают контракт с нижними или космическими сущностями. Подписывают только те, кого этим сущностям удается обмануть. Обмануть, используя пороки этих людей. Ну, например, тоже тщеславие или гордыни. Вот так примерно. Это очень можно часто заметить на людях публичных. Актеры, большие спортсмены и так далее. ибо имя движет в жизни гордыня чеславия. Это мы тоже разбирали в наших предыдущих встречах. Бриант 622. Ой, врет Давид насчет Сталина и Жукова. Черная душа на оплате у Машиаха. Это мы на оплате Машиаха. Я таки извиняюсь, но очень хочу спросить. А вы что, встречали душу Давида у Машиаха, когда получали свой гонорар за выполненную работу по поручению Машиаха и расписывались в ведомости за получение оплаты и увидели там его фамилию? Но если так, огласите. С удовольствием послушаем. Итак, Татьяна Шеликова 8L. Так странно слушать ваш ресурс. Много доступной подлинной исторической информации. Однако вы не изнушаетесь говорить о спящем разуме человечества и продолжаете развивать ложные религиозные верования, которые всего лишь один из 12 проектов, которыми мировая банковская система желает держать своих плачков в полном подчинении. Машеах вам в помощь, но Бог вам судья. Ну, извините, пожалуйста, Татьяна, а при чем тут? Да, вы правы, про мировую систему это отдельный разговор. А сейчас вас не держат в полном подчинении? Или вы можете купить кусок хлеба не имея денег? денег? Если так можете, ну, поделитесь. Мы все с радостью откажемся от денег. Подумайте, это в одной из лекций мы об этом говорили. Рабы и рабовладельцы. Те, кто печатает деньги, я образно говорю, это рабовладельцы, а все остальные рабы. Есть деньги, купишь себе хлеб, нет денег, извините. А мы в наших встречах, мы пытаемся приподнять покрывало над этим архонтом, какого вы только что назвали и дали нам в помощь. Ну, любой зверь и хочет, чтобы люди знали о нем истины до определенного времени. Поэтому устами людей, которые осознанно или неосознанно служат ему, пытаются опорочить излагаемые нами материалы. А разум у людей, к сожалению, в абсолютном большинстве действительно закрыт. И чтобы лишний раз вы могли удостовериться в этом, пожалуйста, выйдите на улицу или посмотрите вокруг себя, да или включите средства массовой информации. И надеюсь, вам станет многое понятно. Алибейна 128 Мои родители уважали и любили Сталина. Рассказывали, что многие люди плакали, когда он умер. Я в то время не понимала, как можно любить тирана, убийцу. Нам в школе рассказывали о культе личности, и мы верили этой лжи. Теперь понимаю родителей и всех, кто жил в ту пору. У честных и порядочных людей не было страха. Им просто нечего было бояться. Ну, начнем с того, что мы чуточку старше вас и застали тот период. Хотя я был маленьким. А исходите из вашего утверждения то, что все расстрелянные и посаженные в лагеря были такие плохие люди? Можно сказать, враги народа? Или как? Подумайте об этом. Татьяна М64. Ну, вы даете. Сталин манипулировал страхом. Это как же надо исказить истории, а жуков тот еще жук. Все с вами ясно. Перевернули все. Ну, и туда же далее. 5 WI. Вред всезнайки. Спасибо за такую хорошую характеристику, должны мы сказать вам. До сих пор еще никто нас так не восхвалял, называя всезнайкой. Хотелось бы, конечно, и стремимся мы к этому, чтобы знать как можно больше, но, к сожалению, всезнайкой не являемся. Итак, Людмила Ефимова, 7M. Есть такой блогер Ирина Пелихова. Смотрела вчера у нее видео, так она говорит, что весь мир должен быть советским. И прикол в том, что корона Машааха находится в залоге у советских. Долг то советским возвращать не из чего. Все в долгах, как в кошелках. А нет короны Машааха, нет и Машааха. Ну, мы благодарим, конечно, за то, что вы позволяете нам получить радость и удовольствие от смеха, но на заборе столько всего написано. Ну, а если серьезно, то не перестаем мы удивляться глупости, которую излагают умышленно или в силу своего развития некоторые так называемые блогеры. Но это проблема блогеров. А вот вторая проблема это тех, кто их слушает. Булочка Булавинцева. Вас послушать так надо было отдать страну на растерзание. Сталин смелый человек. Раз смог дать отпор, он сохранил много светлых душ. Жуков и многоточия. Да, Сталин имел несколько жреческих посвящений, как мы уже говорили, и не имел многих человеческих пороков. Но его идеология управления людьми была основана на страхе. Как мы уже говорили, возможно в той ситуации, в которой находилась страна, это было необходимо. Но с точки зрения поднятия вибраций человечества, это несло отрицательную энергию. Николай Корнеев, 6 Z, что ли, 6 3. Мои родители и дедушки ничего не боялись, жили спокойно, по совести, и соседи все были хорошие люди, и ничего не боялись. Ну, мы думаем, что это не совсем так, но пусть будет Бог всему судья. Да. Да. Николай Богомолов, 7b. Мы так думаем, кстати, потому что сами застали тот период. Маленькие были, но чуть-чуть помнят. Так вот, Николай 7b. Да уж, тут и конечно понятно, что Сталин, вопреки планов сатанистов, глобалистов, изменил ход истории. И руководствовался этот волевой человек совсем не страхом, а высшими ци-идеями. В частности, построение справедливого общества социалистическим укладом жизни в отдельно взятой стране. А вот Жуков во время ВОВ душ положил очень много. Да и грехи за ним водились и немалые. Верно, Сталин руководствовался не страхом, а высшими идеями. Но методы воплощения этих идей в жизнь были основаны на страхе. Касательно душ, души, мы уже много раз говорили, практически бессмертны. Тел, тела, да, души, это другое дело. Лариса, да, Лариса, вот она, сидя кован, Давид, вы противоречите себе же, на страхе ничего не построишь. Лариса, хочется задать вопрос. Вы сейчас говорите о материальном желании тела или энергии, эмоции, получаемой душой. Так вот, материальное желание тела в основном, в основном, во всех странах на нашей планете построены на страхе. И у нас была одна встреча этому посвящена. Найдите ее, пожалуйста, посмотрите. Так, Сталин это великий человек. Это кто у нас так говорит? Людмила 5G. Он создал такую страну, таких людей, что ни в одной стране мира не было таких добрых, честных, трудолюбивых людей и патриотов. Поэтому запрещаю вам молотить своим языком и трясти имя великого человека, так же, как и Берии. Эти два человека построили такую замечательную страну, что ни одно государство мира не может похвастаться. Ни один народ не создал столько открытий, как советский человек. Все страны только и тылили наши изобретения. Да. вспоминаю нашу молодость. Примерно так нам говорили зомболиты. Но, к сожалению, на наш вопрос, почему нам пришлось копировать немецкие и американские машины и самолеты, покупать станки и оборудование за границей? Почему мы берем американскую радиостанцию, которая в 6-8 раз легче нашей? И у нее хорошая связь? А с нашей мы видим бойца, но не слышим его? Ну и так далее. Скажем честно, ответ мы никогда не получили. И до сих пор вопросов очень много. И ответ мы тоже не можем получить. Лично наше мнение что только враги народа, которые не любят свою страну и боятся сказать правду, могут утверждать, возможно, боясь потерять свой кусок хлеба. Такие слова. Страна, которая не может сделать свой телефон, свою радиостанцию, свой компьютер, свой самолет, свой автомобиль в конце концов и так далее. Автомобилестроение как раз является показателем экономического состояния страны. Усилиями всего государства можно сделать одну ракету. А вот автомобиль вопрос. Так вот страна не может по определению сделать высокоэффективное изделие для армии и флота. Все, кто утверждают обратное, по нашему убеждению, враги народа, умышленно или по глупости или по каким-либо другим причинам, враги своей страны. Это мы утверждаем не только сейчас. И когда-то в открытом дискуссиях мы утверждали это постоянно. Возможно, и по этой причине трижды пытались вступить в Коммунистическую партию и даже один раз были кандидатом. Но так нас и при том звании в третьем положении остались вот за забором от этой партии. Юзер Ирина 61. Жуков был предателем, а Сталин светлый просветленный. Уважаемые наши предыдущие и так задели знаете, заживое. Ложь. Она ложь. И она только во вред государству, во вред людям. Не можем сделать по какой-то причине изделие. Дайте команды. Стыбрем и принесем. А кричать, понимаете, что мы впереди планеты всей, это предательство Родины. Вы вспомните, когда Сталин получил уведомление о прекрасной стали, которая не пробивает пушку. Что он сделал? Поставил конструктора за лист этой стали. Ну, если она не пробивает, чего бояться? А сказки рассказывать, извините меня, это не мешки ворочать. На это много желающих. желающих. Да. Ну, я сожалею, что вызвали такие эмоции в своем утверждении. Так, итак, юзер Ирина 61. Жуков был предателем, а Сталин светлый просветленный. Страха не было. По рассказам моих родителей, бабушек и дедушек, была радость, энтузиазм, бесконечная любовь к родине. Верно. Верно. Очень грамотно работала идеологическая машина. В отличие от сегодняшнего дня в России. Я думаю, что период Сталина вряд ли, вряд ли кому-либо носителю каких-то государственных секретов или воружу жулику предателю родины удалось бы уехать за границу. А сегодня они самые уважаемые люди. Я бы не буду называть фамилии, вы их прекрасно сами знаете. А если бы они уехали, ну, я думаю, что больше трех месяцев их плотное тело не существовало бы. Каждый должен получить по заслугам. В этом да, мы согласны. Это была правильная, наверное, политика государства. Так, Светлана Попова, 1Ш. Уважаемый Давид, что вы можете сказать о трех днях тьмы, которая якобы скоро накроет землю? Ну, Светлана, мы очень сожалеем, но ничего не можем сказать в ответ на ваш вопрос. Так как просто, ну, не знаю. Нас-то не интересовал. Ух, еще сколько, а. Да, Сангорунч, взялись мы за это дело. 97, 97. Валерия. Ну, у меня просьба, Давид, у нас прям поскольку там ограничено, мы еще, наверное, может быть, там на пару вопросов ответим, потом продолжим. У нас-то возможно сесть это сделать потом, потому что просто в 11 часов у меня будет следующий эфир. Ну да, 11 там и точно. Да, да, да. Пару вопросов и ну, следующий раз тогда основную тему так мы сегодня не нашли. Ну, дойдем еще. Увлекся я, увлекся, знаете. Ну, это нормально, вы давно не отвечали на вопросы слушателей, поэтому, конечно. Да. Так. Так. 97, 97, да, Валерия? Блин, жуков светлый притащил из Германии два состава всякого добра для личных нужд. И он из светлых вопросов, сколько народа положил зря. И это светлый вопрос. Бабы снова нарожают это его высказывание. Ой, Лё, к сожалению, человек так устроен, что видит в первую очередь то, что его больше всего интересует. Например, добро, которое кто-то притащил из Германии. на вторую часть мы уже ответили. Ран. Так. Лазарий, 60, благодарю за информацию. Тарпсихора, как эта сущность относится к земным людям. Ну, вот это уже для нас интереснее. Ну, Тарпсихора, или Викпедия говорит, что это муза танца. Служит она Солнцу, по её утверждению. По уровню вибраций находится ниже Архонта. По её словам, люди, за исключением некоторых индивидуумов, бесполезные существа, так как они блокируют сами себя и не развиваются. Ну, надеемся, ответим на вас вопрос, как она относится к людям. И на сегодня, я думаю, последний вопрос. Елена Сабиа. Что-то Давид не то говорит в этот раз про Сталина и про Жукова ничего не знает. Не знает истин, а значит и про другие миры не совсем истину говорит. Ну, Елена, мы будем искренне рады, если вы донесете нам истину. Пожалуйста, сделайте это. Как говорят, уважьте слушателя, уважьте народ. Вот так, Александр Горович, ну, ну, а мы, надеемся, что не очень утомили наших слушателей. Вы знаете, я тут смотрю, еще у меня страница 4 вопросов. Вот. и согласно традиции мы хотим донести, заканчивая ответы на вопросы наших слушателей о том, что для коронации воплощенного в человеческое тело Мессии или Мишаху новое имя, мы его пока не знаем. Называем его просто Сатана. Осталось набрать тех же 6% низкочастотной вибрационной энергии, которая была, эта цифра уже достаточно далекое время назад. Почему не может он это набрать, мы пока не знаем. А вот для того, чтобы наши слушатели постарались не помогать ему набрать эти оставшиеся 6% низкочастотной энергии и сохранить свою душу, так как идет война, серьезная война за души человеческие, мы призываем всех слушателей повышать чистоту своих вибраций, быть открытыми, благодарными, милосердными и смотреть на мир глазами любви, дарить себе этому миру безусловную любовь и радость. что мы можем еще сказать на сегодня? Конечно, очень многое хотелось бы сказать, но наши дорогие слушатели, мы благодарим вас за эту встречу, благодарим вас за внимание, за то, что вы были с нами. И пусть все, что мы обсуждали, будет направлено только во благо каждого человека. И помнить, что если мы говорим языком человеческим о любви не имеем, то мы просто сотрясаем воздух в мире и в мире. Смысл жизни просто доступен. Надо научиться верить и любить. Любить и верить. Но мы с любовью ко всем и верой в победу светлого мира остаемся. И пусть пребудет с вами сила просветления и вдохновения. Спасибо большое, дорогой Давид. До скорой встречи. Я думаю, на самом деле будет скоро. И подвольтарим запрос наших слушателей. Всего вам доброго, спасибо, счастливо, до свидания. Оставайтесь с Богом. Спасибо.